Проверка застала продавцов и расплох. Погинуть прилавок и представиться случайным прохожим не удалось. Сотрудники налоговой службы выявили нарушение. Отсутствует регистрация индивидуального предпринимателя, договора аренды и, главное, нет санитарного паспорта. Продавцы спешно звонят владельцам торговых точек, но самые предприимчивые продолжают торговать во время рейда. Многие из них приехали из соседних регионов. Официального трудоустройства, прописки и регистрации нет. Да, времени на регистрации нет, ну до 90 суток, мы не знаем когда. Когда вы приехали в Севастополь, скажите, пожалуйста. По два недели назад. Местные жители жалуются. Торговые прилавки стоят прямо на тротуаре, продавцы нередко обсчитывают. Я каждый день где-то минимум два раза здесь хожу. Тут постоянно, 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 постоянно. А когда цветы, тут вообще все заставлено, что пройти невозможно. Подобные рейды проходят регулярно, однако владельцы торговых точек возвращаются на прибыльные места. Программе по борьбе с незаконной торговлей депутаты Гагаринского района предлагают ужесточить меры наказания. Сейчас уже направлены письма в правительство, в законодательное собрание. Необходимо выработать общую стратегию для того, чтобы выработать механизм изъятия товара, конфискации. Приехали на место, проверили проверяющие органы, нет документов. Погрузили все в грузовик и вывезли на склад временного хранения. Пока владельцам незаконных торговых точек предстоит заплатить по 500 рублей. Размер штрафа планируют увеличить до 5000. Александр Тимофеев, Делевер Меджитов, информационный канал Севастополя.